Мама, мы не будем кота выпускать. Мы не будем кота выпускать. Смотри, какой-то дедушка лимона достает палкой. Микки, пойдем. Давай. Не трогай, не трогай, не трогай. Дай ему время. Ему страшно. Он сам пойдет немножко, вот так пройдется. Ему страшно. Пойдем, Микки, погуляем. Пойдем, погуляем. Хороший котик. Погуляем немножечко. Тебе страшно? Ты же такой мачо. Ты такой крутой дома. Хороший котик. Некий хороший котик. Хороший котик. Микки. Рисовый котик. Купый котик. Ага, он бегает. Ваня, ты убил. Ну что, зачетные кусманы для борща? Хуасточка! Прекрасный наваристый борщик получится. Начнем. У каждого свои рецепты борща, но пока варится мясо, оно варится всего пока 20 минут. То есть я его где-то еще на час точно оставлю, а потом уже буду вынимать, резать и так далее. Добавляю сразу сюда и лук, и томат без шкурки, который, собственно, к концу всей варки супа растворится просто и будет незаметен. То есть весь наш процесс еще будет полтора-два часа происходить. И от помидора ничего не останется. Прошел час, даже чуть больше, с момента закипания. Я уже добавила сюда свеклу, лук-порей, морковку, перчик. По-моему, все. И мясо отделяется от кости свободно. Оно просто снимается. Можно даже не резать, а просто руками снять. Такое прекрасное мясо. Вот это второй этап борща. Ну как? Посолить может? Да. Хорошо. Оливер и Петч. Книга Клэра Фридмана. Ну что, Эрика, начнем? Посвящается Лу, Лорен, Джейку и Тому. Смотри, какой большой город. Улицы моей дорогой подруги Диане с любовью. Перелистывай. Первую, 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 первую. Да. Собачка бежит по дорожке. Как ее бежит? По тротуару. Она увидела кошечку. Переворачивай. Оливер только что переехал в большой город. Здесь все было чужим, а прежний дом в деревне, казалось, остался далеко-далеко. Я скучаю по зеленым полям, вздыхал Оливер, по бескрайним просторам, а больше всего я скучаю по своим друзьям. Переворачиваю страничку. Однажды утром Оливеру не сиделось на месте. И хотя с неба с серебряными иглами лился дождь, мальчику захотелось выйти на улицу и исследовать окрестности. Люди спешили, ни на что не глядя и ничего не видя. Оливер осмотрелся, размышляя, в какую сторону пойти, и тут заметил его. Яркое пятно, как маг, посреди кукурузного поля. Переворачивай. Это был маленький белый песик, свернувшийся в маленький мокрый клубок. За ним волочился красный поводок. Он, как и Оливер, был совсем один. Привет, поздоровался Оливер. Ты потерялся? Он посмотрел на жетон, болтавшийся на шейнике у песика. На нем значилось только имя Пэтч и ничего больше. Оливер посмотрел по сторонам. Никто не звал свою потерявшуюся собачку. И что мне с тобой делать? Спросил Оливер у Пэтча. Я же не могу оставить тебя тут одного. Оливер не успел опомниться, как уже держал поводок в руке, а Пэтч бежал рядом. Переворачивай. Что, я буду читать? Нет, ты переворачивай. Ты для меня. Да, давай, давай, давай. Оливер и Пэтч провели чудесный день, познакомившись друг с другом поближе. Впервые после переезда в город Оливер чувствовал себя счастливым. Видишь, они зашли в кафе мороженое. Переворачивай страничку. Давай, 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 давай. А давай, мис? Давай, скорее, переворачивай одну страничку. Одну. Молодец. Но когда стемнело, Пэтч загрустил. Пес уселся у окна и с тоской смотрел на улицу. Где-то там в дождливом туманном мерцании огней ночного города был его настоящий дом. Переворачивай страничку. На следующее утро Оливер проснулся от того, что кто-то скребся и шумел. Ох, Пэтч! Засмеялся Оливер. Они играли весь день напролет. В прятки, в щекотание животика, в закапывание печенюшки, сворачивание клубочком и обнимашки. Их любимая игра. В полив садика. Ой. Но перед сном Пэтч снова казался грустным. Оливер, хотя это его расстраивало, ну или как, убери ладошки, понимал, что нужно совершить правильный поступок. Переворачивай страничку. О! Вот. На следующий день он написал несколько объявлений. Втайне он надеялся, что никто не увидит эти объявления. Найден белый песик по кличке Пэтч. Любит грызть диванные подушки. Обожает предметы красного цвета. Умеет кувыркаться. Звоните Оливеру. Оливер расклеил объявление и поспрашивал в окрестных магазинчиках и домах. «Нет, мы никогда не видели этого пса раньше», — сказали лавочники. «Никто из знакомых не терял собаку», — заверили соседи. Переворачивай страничку. Пролетали дни, но никто не звонил. Оливер начал верить, что Пэтч навсегда останется его псом. Мальчик купил ему уютное красное одеяло и много игрушек. Такое чувство, словно они всегда были друзьями. Переворачивай страничку. Однажды серым туманным утром моросил дождик. Оливер и Пэтч отправились на разведку. Они брели по узкой улочке вдоль высокой кованой ограды около старинной церкви. Вдруг Пэтч залаял. Он сильно натянул поводок и вырвался на свободу. «Пэтч!» — крикнул Оливер. «Пэтч!» Задыхаясь, он добежал до крошечного парка, скрытого от посторонних глаз, словно драгоценность. Там на качелях сидела девочка. Грустная и одинокая. Оливер посмотрел на нее, на ее красное пальтишко и красные резиновые сапоги. И все понял. Переворачивай страничку. Маленькая девочка обнимала Пэтча. Все обнимала и обнимала. Оливер пытался храбриться, но мир вокруг снова стал серым. «Привет, я Руби!» — сказала девочка Оливер с улыбкой. «Ты присматривала за Пэтчем вместо меня?» «Это было здорово!» Оливер постарался выдавить из себя ответную улыбку, но я буду очень по нему скучать. Тут ему пришла в голову одна мысль. «Руби, как ты считаешь, может, вы с Пэтчем когда-нибудь придете ко мне в гости?» «С удовольствием!» — воскликнул Руби. «Но почему бы нам не отправиться куда-нибудь вместе прямо сейчас?» «Каф, завалил Пэтч Каф-Каф, переворачиваю страничку». «Ты ее мама?» «Нет, я думаю, это просто тетя на улице». «В этот момент выглянуло солнце!» «Множество дождевых капель заискрили золотом, и тротуары заблестели». «Вот это зонтик». «Но они сложили зонтик, потому что дождик прошел. Город преобразился. А Оливер понял, что он не потерял друга». «Приворачивай страничку. А нашел еще одного». «Наконец. У него зонтик, мороженое. Мороженая косточка. «Смотри, что это за монстр там такой?» «Вот это город с монстром». «Да, это город с монстром». «Вот и все». «Пошли домой пешком. Спокойной ночи, скажи. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Я ночи еще хочу». «Джулия Дональдсон. Пещерный малыш». «Переворачивай». «Перед нами примерный малыш пещерный. Веселый житель пещер. Его мама отлично рисует на стенах. А папа храбрец вообще». «В соседях тигр, саблезубый из чащи, мамонт мохнатый, заяц дрожащий, а также медведь огромный и бурый, а также гиена с хищной натурой». «Переворачивай». 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 «В доме?» «В пещере». «И тут же гиена вся в пятнах, а заяц в полосках приятных, в крапинку мамонт, звездочку тигр, медведь в завитушках, раздолье для игр». «Переворачивай страничку». «Смотри, что он сделал». «Так нельзя, да?» «Пещерная мама и папа пещерный такую картину считают ущербной. Смотри, что он сделал». «Не шлёпнуть по попеле». Малыш огорчён, его явно не поняли. Мать удручённую воет, пещерную стену моет. Малютка трепещет. Отвоз голосов папиных. «Ай, вот!» «Ни полосок, ни пятен, ни крапинок». «За живопись эту!» Отец говорит ему. «Отдаст тебе мамонт, медведю несытому». Переворачивая страничка. Малыш замирает. Малыш перепуган. От страха малыш забивается в угол. И видит змею, меховую и серую, Что прямо к нему подползает пещерую. «Куда ты несёшь меня, серое нечто? Медведю отдать меня хочешь, конечно!» Переворачивай. Нет, нет, ещё страничка между ними. «Какие-то полосы в тёмных кустах. Не тигры ли прячутся в этих местах? Куда ты несёшь меня, злая громада? Медведю не надо! И тигру не надо!» Переворачивай страничку. Одну, одну. «Мы видим бегущего зайца ушастого. Он явно бежит от медведя ужасного. Перевернёшь мне ещё одну страничку?» «Я устала». «Устала? Ну, ещё чуть-чуть осталось. Чуть-чуть-чуть. Спасибо. «А вот в гигантском папоротнике Гиена из диких мест Смеётся над шуткой папиной, Что бурый медведь его съест». Переворачивай страничку. «А вот и пещера, ужасно большая, Медведь затаился, покушать решая». Переворачивай. Сейчас немножко осталось. Не ответьте. Давай. Пещера очень велика. В ней бродит лунный свет. На голых серых стенах картинки даже нет. Малыш готовится дрожать и кулачонки грызть. Но хобот мамонта ему протягивает кисть. Да, это хобот мамонта. Напрасно затревожился. Давай, продолжи, мамина, наскальное художество. Мамонт усатый, медведь бородатый, гиена рогатая. Заяц косматый и пятилапый. Танцующий тигр. Это и вправду раздолье для игр. Смотри, что он сделал. И мама с тревоженной будет детей. Смотри, что он сделал с пещеры твоей. Мамонт танцует. Жена его пляшет. Сын его скачет и хоботом машет. Все руку торжественно жмут малышу. Ну все, я обратно тебя уношу. По лесу ночному, под яркой луною, несет его мамонт к пещере родной. Малыш засыпает и видит во сне красного тигра в прекрасной луне гиену зеленую синего зайца. Какими он их нарисует на завтра. И будет на них восхищенно глядеть. Уютный и маленький бурый медведь. Все, спокойной ночи.